Новенькие портфели, набитые тетрадками, ручками и карандашами. В гости к семье Нальгиевых администрация Магаса наведывается не с пустыми руками. Это пластилин. Альбом. До старта учебного года всего ничего. И Амина Нальгиева начала готовиться к школе за годи, чтобы быть в классе самой примерной ученицей. А рюкзак с канцелярией в этом деле – самая нужная вещь, признается девочка. Я иду в пятый класс. Я занимаюсь дома уже, пишу примеры, уравнения. Ну, нормально так. Собрать ребенка в школу – каждый раз большие хлопоты. Купить нужно много, сетуют родители. Особенно, если в семье не один школьник. Здесь их сразу трое. Поэтому сторонняя помощь как нельзя кстати, признается бабушка детей. Следующая по списку – семья Картоевых, где воспитывается маленький Мухаммад. Мальчик уже успел соскучиться по учебным будням. Он болеет редким видом онкологии. Поэтому все деньги уходят на лечение. А учиться надо, тем более, как признается мама. Рвение грызть гранит науке сыну не занимать. Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Ингушетии уже не первый год. Инициированные главой республики. Помочь стараются в первую очередь тем, кто нуждается в поддержке – сиротам, полусиротам, детям из малоимущих семей или больным малышам. С начала августа нами было обхвачено 24 семей и сегодня 10 семей. Считаем, что данная акция – это очень важная поддержка для данной категории семей. Практически все портфели с канцелярией уже нашли своих адресатов, которым только и остается хорошо учиться. Тамара Хашагульгова, Магомед Белокии, Новости 24.